Здесь, в этом садике, никто кроме меня не выращивал овощи, поэтому земля такая, как сказать, ну не самая лучшая. Абсолютно не рыхлая, никто ее здесь никогда не копал. В прошлом году даже я здесь не копала. Я просто выкопала ямку для... Вон смотри, Леша, червяк. Выкопала ямку для того, чтобы туда запихнуть, так сказать, саженец с тыквой и все. То есть я не копала здесь, не рыхлила. Все прекрасно, вон еще один выросло. Но вот сейчас, если мы хотим что-то сажать такое, может быть, стоит разрыхлить немного. Да, Клади? Ой, это мы скопали у меня. Давай, Клади. Ну как-то оно все равно туго идет. Леша, ты вон там все лунки кину? Вон ту дальнюю, да? Все? Да. Молодец. Молодец. Леша, ты кину какой-то сломанный. Надо хороший этого кидать. Что-то все равно много бобов осталось. Я взяла 3 упаковки. Клади вот сюда, Леша. Кстати, бобы, не знаю как в России, но в Англии бобы очень такие дорогие. Получилось 3 упаковки 15 фунтов. По 5 фунтов упаковка. Теперь я закрою эти все лунки вот так вот. земля, в принципе, мокрая. Вообще, хорошо было бы, наверное, полить. Вам сейчас? Ну, можно вечером, уже не сейчас, потому что солнце светит. И вы здесь, пожалуйста, Леша, Миша, не ходите. Миша, понял? Ну что? Я, наверное, вот эти заборчики заберу их туда. Ну-ка дай, Миша. Почему? Чтобы вы не наступали вот здесь вот. Сейчас мы ставим эти заборчики, чтобы Леша с Мишей здесь не ходили. Вот так. Горох, наверное, я посажу как в прошлом году. Вот здесь, здесь чистотел. Здесь, вообще-то, горохи в прошлом году росли. Горох. Здесь все было в горохах. И я поняла, что мало, конечно, гороха. Было побольше, было бы лучше. Но было уже поздно. Поэтому я в этом году хотела бы побольше гороха посадить. Но вот что-то как-то не получается у меня сажать ничего. Агафья не дает. Куры вон суетятся. Куры суетятся. Не могут поверить, что копают без них. Да, что-то здесь у нас как-то не хватает места опять, как в прошлом году. Давай вот здесь тоже горох посадим, чтобы он, может быть, плелся по батуту. Куры, что вы тут суетитесь? Здесь очень такая мягкая земля. Интересно, в этом участке есть места, где очень мягкая земля хорошая, а есть земля, где там бетон, цемент. Ой, курица! Вот курятина. Пытается съесть горох. Это у нас, слышите, музыку? Машина с мороженым ездит по району, и дети бегут мороженое покупать. Дети просто с ума сходят от этого мороженого. Я своим детям никогда не покупаю в этой машинке мороженого, потому что, честно говоря, непонятно, что они там продают. Непонятное. То есть ты даже не можешь прочитать состав того, что они продают. Как-то попросила состав. Он говорит, ну я не знаю, я вот из этой бочки лью. А что там? Я не знаю, говорит. Я не стала покупать. Если сам продавец не знает, что он продает, то лучше не брать. И дети знают, что я не покупаю так мороженое. И даже не просят, в принципе. Курица, пора там подкоп делать. Ну все, мы... Ой, червя, гусеница, личинка или что бы это ни было. На. Все. Личинка. Личинка, это... Ну, когда гусеница... Еще не гусеница, она как-то такой червячок, который не ползает сильно. Ух ты, господи. Куры, вы чего деретесь? Это черная дерется. Черная дерется. Да, кусается... Черная дунила белую. Вот собака. Собака-курица. Курица-собака. Тут я вон посадила, вырос уже подсолнух. Сейчас мы вот здесь вот под низом, здесь петрушка растет. Все, все что угодно здесь растет. Сейчас я сюда посажу горох еще. Еще здесь будет горох расти. Я вообще, честно говоря, не садовод ни разу. Поэтому я не знаю, как оно там должно быть. Как не должно быть. Я так сажаю, как мне кажется. Поэтому сильно не судите. Сажаю, как знаю. Все, посадили. Еще осталось. Туда мне его посадить? Непонятно. А может прям сюда посадить? Пускай бобы с горохом. Что, им жалко, что ли? Точно. Я их сейчас вот так вот возьму, вот так вот. Разгребем здесь. Правильно? Что, они подерутся, что ли, бобы с горохом-то? Нет. Пускай вместе растет. Сейчас мы сюда вот этот горошек вот так посыпем. Что вырастет, то вырастет. Кто захочет вырастить, тот вырастет. А кто не хочет вырастить, тот пускай не растет. В общем, вот такие мы садоводы. Все, мы посадили горох, гвоздь. На этой клумбе мы сейчас посадим. Не знаю точно, что здесь сажать. У меня есть вот он. Орегано. Есть орегано. Есть розмарин. Есть тайм. Чабрец. Что-то сюда нужно посадить. Ой, смотрите, выросла вот этот. Как он называется? Как это называется? То, что я собираюсь сажать-то семена. Настурция. Вон настурция уже. И вон еще выросла. Ура! Настурция растет. А что она делает? Растет. Для красоты? Ну да. Только для красоты. Больше ни для чего. А кушать надо? Можно, да. Вот самого забора. Сейчас я эту настурцию посажу еще. Она проросла уже. Вот так как-то. Знаю, густо, да. Но у меня этих семян столько, что я не знаю, что с ними делать. Мне их или выкидывать, или как-то вот так. Все, в общем, настурцию посадили. Теперь у меня стоит вопрос. Вот эти вот ароматные травы. Розмарин, да, вот этот орегано и чабрец. Тайм. Посадить ли его на этой клумбе, где должны быть цветы? Или же посадить вон там вот, где ароматные травки? Наверное, все-таки я их там посажу. Потому что здесь будут другие цветы расти. Да? Как вы думаете? Там посадить? Миша, возьми мне эту копалку. Как она? Лопату. Вон там вот лопата. Вот здесь вот я должна разгребсти вот эту всю траву, которая нападала от того, что мы стригли. От того, что мы стригли забор. Вот здесь посажу тайм. Здесь вот, вот так вот, да, раскидаем их по клумбе. Там у нас довольно-таки мало света. Вернее, света-то нормально, солнца нет. Ну, может быть, ничего страшного будет. Если будет плохо, перекопаю. Другое место посажу. В принципе, не страшно. Просто у меня эта грядка вдоль забора, мне ее когда-то мой папа делал, когда я только переехала в этот дом, мне он сделал эту грядку по просьбе моей. Здесь можно посадить розмарин. Травы мне эти все нужны на кухне. Поэтому я их купила. Я вообще люблю ароматные травы. Ужасная земля. Но, в принципе, они не такие прихотливые, эти все растения. Поэтому, в принципе, не должно быть проблем. Также у меня базилик я купила. Я его здесь сажала. Но он что-то как-то не особенно вырос. Поэтому я купила его в горшочках. Вообще-то, он на еду продавался. Но я в прошлом году так мяту покупала. И было очень здорово. Она так разрослась. То есть, она в горшочке уже готовая, с корнями совсем на свете. И в этом году тоже базил решила купить. Выращенный он в Англии. Там соседи за забором. Дети. Соседки. Все. Теперь вечером я это все полью. Леш, Миш, у нас есть работа для вас. У меня есть работа для вас. Вот зеленый бак. Вот эти вот ветки, которые валяются. Сюда, да. Осторожно. Некоторые из них колючие очень. Также у меня есть вот растения. Цветы. Я не знаю, как они называются. Это те цветы, которые можно засушить. И они будут... Бессмертник. Не, не бессмертник. Цветы, которые... Как это? Еще какая-то железяка. Цветы, которые можно засушить. И они как такими же и остаются такими же. Не знаю, как их название. Не помню, как они называются. На этой грядке в прошлом году слезняки свирепствовали. Вот так вот. Поэтому такая она, конечно, грядка. Здесь нельзя что-то такое сажать. Не знаю, не хочется какой-то химию тратить. Вернее, не тратить, а использовать. Химию не хочется использовать в саду. Потому что как-то все-таки здесь дети. Я даже вот травы все, цветы, которые сажаю. Я смотрю, чтобы они были... Как это? Не опасны, съедобны. То есть все. Потому что Агафья, особенно в прошлом году, она маленькая была. Она все эти растения, все на зуб пробовала. Все. Мяту ела, все ела. Поэтому очень не хочется, чтобы кто-то отравился. Все цветы в моем саду, они все съедобные. То есть съешь, не отравишься. Может быть, не все вкусные. Сеяла я их семенами. Мама мне присылала... Не прислала, а привезла семена из России. Ей они очень нравились, эти цветы. И она вот мне их решила тоже. Чтобы они у меня росли. Вот сейчас лето началось. Все соседи в садике повыползали. Криков, крик, шум стоит такой. Никакой тишины нет. Хотя мы сами, конечно... То есть мы, конечно, сами не тихие, но все равно хочется тишины. Все. Так, там сколько камней здесь всяких. О, вилка с кухни. А, я этой вилкой слезняков давила в прошлом году. Можно ее здесь оставить. Она еще пригодится скоро. Можно, конечно, в принципе, попросить их вообще этот забор весь убрать. Но как-то у меня язык не поворачивается сказать соседям, чтобы они свои кусты все срезали. Потому что, скорее всего, они скажут, ничего мы не срежем. Мятой запахло от этих кустов. Не кустов, а вон растения мяты растут. Я их зацепила. Вот они здесь. И так запахло вкусно. Отходи, Миша. Отходи. Это очень неудобно, что когда стрижешь эти кусты, все падает. А у меня здесь как раз клумба под кустами. Получается, потом надо эти ветки выбирать с клумбы. Очень это неудобно и травмируются растения. Но ничего не поделаешь, по-другому никак. Стригу я их примерно три раза за сезон. Примерно так. Ну да, получается где-то так, раз в месяц. Еще нам нужно разобраться с бутылками. Вот с этими, со всеми. Тоже их надо куда-то деть. Ну мусоровоз подъедет, закинем. Просто я хранила, почему хранила эти бутылки все вон в мешках. Потому что я думала, бабушка вроде хотела построить из них домик из бутылок. Она приедет, мама моя, только в сентябре. И, наверное, до сентября я не буду хранить все эти мешки. Мне просто их негде хранить. Кстати, да, хотела сказать, меня несколько подписчиков просили сделать видео о... Мишутка, давай мне. Это ужасно. Видео о торте, то есть рецепт торта, который я делаю. Я не игнорирую вас. Я, как сказать, я помню о том, что вы просили. Просто у меня, честно говоря, вот сейчас немножко время. Не могу никак найти время для этого торта. Но, может быть, может быть, если все мы, как сказать, успеем сделать, может быть, даже сегодня этот торт сделаю. Потому что у меня, в принципе, на ингредиенты, то есть ингредиенты все на торт есть. Это самый простой торт, который я делаю каждый год на день рождения. То есть он всегда... его основа одинаковая. Леш, вон там эти все подними. Вкусный. Вкусный, да? Основа одинаковая, просто я его изменяю немножко. То есть фактически я делаю коржи. Они одинаковые всегда. И начинку меняю. Вот Леша, ему захотелось шоколадный торт, потому что он любит шоколадный. А я вот люблю фруктовый. То есть я меняю его. Иногда делаю эти коржи шоколадные, иногда делаю их фруктовые. Вот. И я, не волнуйтесь, я помню о том, что вы просили меня это сделать. И когда я показывала свой тортик, тортик Леши на день рождения, я понимала, что вы захотите скорее всего узнать его рецепт. Потому что действительно вкусный торт получился. И ожидала того, что попросите. Но вот будет время, я обязательно сделаю. Мы убрали эту траву. В пятницу у нас приедет мусоровоз. Сейчас я еще это, знаете, где посажу? У меня пришла идея, где можно это посадить. Вот здесь вот, прямо у самого курятника. Леш, положи куда-нибудь туда. Около самого курятника, вот здесь вот. Сейчас я вот здесь вот ее посажу. Вот у нас Турцию. Пускай она заплетет курятник. Я знаю, что хочешь домой, я тоже хочу домой. Сейчас пойдем домой, наверное, яичницу сделаем, да? Рис, ну можно сделать и яичницу, а пока, ну чтобы, как сказать, червяка заморить. Потому что кушать хочется. Мы тут нагулялись в саду уже. И мы голодные довольно таки. Поэтому дети кушать хотят. Я тоже кушать хочу. Сейчас пойдем ваши курочки, яички кушать. Покушаем яички и мама будет рис делать. С овощами. Вот такое вот у нас хозяйство. Вот так вот мы сажаем цветы всякие. Не по науке, а так тяп-ляп. И надо сказать, вырастает. Прекрасно. Нормально все растет, цветет и пахнет. Хотя сейчас наверняка мне многие напишут, что так не сажают. Что надо относить к посадкам как-то более серьезно. Да, возможно. Я согласна. Но у меня нет ни сил, ни времени заниматься этими посадками. Тоже ветки эти. Здесь тоже мы этот, как называется, забор вон там вот рубили, косили. Здесь стоят у меня два бака с навозом куриным. Куры, что вы мне завидуете, да? Ой, скажи, она копает. Сейчас, наверное, червяка накопает. Я кур рублю обычно. Здесь у нас такое место зарубочное. Здесь, как бы, забор высокий получается. То есть, соседи не видят. И теплица, то есть, со всех сторон соседи не видят. Чтоб не шокировать их своими курами рублеными. Ну, не попрыгай. Все. Вот так вот. Не знаю, что мне еще с этим богатством делать. Наверное, придется мне его вот сюда вот посадить. Здесь у нас оде лопата моя. Там тень. Конечно, бабам нужно солнце. Но у меня нет выбора. Тут, потому что ничего, тем более, не растет. Сейчас я вот здесь вот посажу бобы. Здесь у меня ничего не растет, потому что здесь тень. В прошлом году я здесь сажала кукурузу. И она здесь вообще не выросла. Именно потому, что здесь тень. То есть, на солнечной стороне она выросла. А здесь вот не выросла. Поэтому будут бобы расти. Ну, вырастут, так вырастут. Ну, не вырастут, значит... Значит, не вырастут. Что с ними сделаешь? Сейчас я их вот так густенько посажу. Потому что у меня их слишком много. И я правда не знаю, что с ними делать. Деньги потрачены, куплены. Садик маленький. Некуда мне их сажать. Посажу вот так вот, как есть. Вот так вот густо будут расти, значит. Так, закопаем их. Пока Агафья спит, я улавливаю тут момент, чтобы покопаться в саду. Потому что, когда ее выпускаешь в сад, все, за ней только бегаешь. Ничего невозможно посадить. Она такая у нас. Она лезет и куром, и в навоз залезет. И в землю перекопает грядки, которые посажены уже. В общем, она у нас боевая девочка. Вот так вот. Посадим бобы. Растите бобы большие, прибольшие. Ну вот, наверное, и все. Закончили мы на сегодняшний день трудиться в нашем огороде. Пойду делать яичницу. Кушать. Я уже устала. Это у вас видео короткое. Потому что я пообрезаю, пообрезаю. А на самом деле мы здесь уже несколько часов трудимся. Поэтому нам пора на отдых. Всем пока. С вами была Надежда. Пойдем.